Всем привет, друзья! Короткий видос. Биткоин-капитуляция прямо сейчас происходит на наших глазах. Биткоин ниже 20 тысяч долларов, а если быть точнее, в моменте на 19.200 торгуются, падал на 18.800, плюс-минус, смотря какая биржа. Что, собственно, происходит? Ну, мы об этом с вами говорили и вчера, и позавчера. Идут за крупным капиталом, крупных хомяков, скажем так, миллиардеров ликвидируют, могут опустить цену еще ниже, могут. Но давайте посмотрим на макрографики, какие у нас есть сигналы. Обратите внимание, что если посмотреть на обычные свечи, то мы с вами прокололи 200-й мувинг и уверенно движемся вниз. При этом RSI у нас на недельке очень сильно перепроданный. Такой перепроданный. Таким перепроданным RSI у нас был крайне редко. То есть, как говорит T-analyst, шанс такого перепроданного RSI у нас с вами 0,001%, как вы можете видеть, он посчитал, когда RSI находится на таких рекордно низких значениях. Получается, что, смотрите, он не был таким перепроданным даже на дне предыдущего медвежьего рынка, как и на коронадампе, да? То есть, он был таким перепроданным, даже не таким, все равно чуть меньше, на дне вот этого медвежьего рынка. Понятно, что сейчас все вокруг паникуют, кроме шартистов, конечно. Хотя я думаю, что и шартисты, которые перевернулись в лонг по двадцатке уже тоже паникуют. И говорят, что мы еще не были с вами в рецессии, в стакфляции, биткоин не проверяли на прочность в условиях мирового кризиса. Но давайте отбросим сейчас эти эмоции и поймем с вами, что есть еще один очень сильный сигнал. Сейчас прямо происходит Death Cross, крест смерти. Смотрите, когда 20-й мувинг на недельке пересекает 50-й. И если мы посмотрим в историю, у нас такие штуки были всего два раза. Посмотрите, вот здесь и вот здесь за всю историю биткоина. И что самое интересное, что эти кресты смерти совпадали, посмотрите, в первый раз практически совпал с дном рынка. Дно было на две недели свечки позже. На две недели позже было дно, то есть мы упали еще на 35% в тень, укольнули, но телом свечи там не задержались. То есть телом свечи с Death Cross мы упали всего на 20% и обратно выскочили. Да, и обратите внимание, что после этого было долгое накопление, и бычий крест уже был примерно на тех же значениях, когда мы, собственно, пошли в bullrun. Второй раз, обратите внимание, что такой Death Cross совпал идеально точно с дном рынка Медвежьего, с абсолютным дном, когда мы отбились от 200-го мувинга. Идеально точно совпал. То есть Death Cross на недельке – это такой заторможенный сигнал, что он, грубо говоря, является бычим, как вы можете понимать. Но после этого тоже было долгое накопление, и бычий крест уже был гораздо позже, когда мы были выше на 100%, даже больше, чем на 100%. Почти на 200% мы уже с этого дна поднялись, когда случился у нас с вами бычий крест. На 300 даже процентов, ну, смотря как считать. Вот. И что сейчас у нас происходит с вами? Происходит этот Death Cross, который говорит, в принципе, о том, что дно где-то близко. То есть, возможно, либо это уже оно, либо мы сходим еще чуть ниже, ликвиднем Celsius, там, Sailor, и потом отскочим наверх. Это напоминаю еще раз, что мы отбрасываем сейчас с вами всю эту, весь фат, начнем от того, что у нас гиперкризис, все, биткоин идет до нуля, это все скам. Мы об этом не говорим. Мы с вами говорим о теханализе, о статистике, о фактах. Еще раз, RSI у нас в глубочайшей вообще перепроданности. Случился Death Cross. И самое интересное, что, посмотрите, если мы включаем обратно свечи Hi-Kanashi, то тело свечи Hi-Kanashi у нас все еще сидит на 200-ом мувинге. Это примерно 22 500 долларов сейчас. То есть, мы видим что? Мы видим тень. Мы видим тень. Такую же, в принципе, как видели и на Corona Dump. Посмотрите, у нас тоже тело свечей закрылись выше 200-ого мувинга. И вообще в истории у нас никогда мы не уходили ниже 200-ого мувинга. Ну вот здесь вот разве что самую малость. Но, тем не менее, опять же, тень была. Вот здесь вот длинная тень, и нас откупили. Смотрите, что сейчас происходит. На Corona Dump у нас было 2 недели, когда мы находились ниже, но нас все равно откупили. То есть, это были тени. Нас откупали, потом снова дампили, опять откупали. Итак, сейчас, если мы анализируем эту статистику, попробуем хоть в чем-то разобраться, о чем это нам может говорить. Да о том, что, смотрите, возможно, вероятно, это тень. У нас будет еще одна тень, может быть. Может быть, у нас будет третья тень, кто знает. Но в целом, статистически, мы должны закрепиться на этом мувинге и пойти наверх. И после этого эта линия сходит примерно вот к этой, да, потом они снова пересекутся, и это будет уже подтверждение того, что мы возвращаемся в бычий рынок. Как, собственно, было здесь. Посмотрите, у нас было дно, потом эта линия дошла практически до этой, и здесь тоже у нас было дно, и эта линия спустилась практически до этой. Поэтому мораль басни какая. Конечно же, мы входим в зону офигительных возможностей, и все, кто сейчас орут про то, что все, крипто, скам, медвежий рынок, мировой кризис, они будут потом локти кусать. Но у нас есть с вами время, чтобы спокойно аккумулировать позицию. То есть не надо сейчас бежать на всю котлету, залетать, потому что с высокой долей вероятности вас может ликвиднуть на финальном проливе. Поэтому наберитесь терпения, запаситесь кэшем, запаситесь монетами. Аккуратней с маржиналкой сейчас. Будет возможность офигенная происходит капитуляция майнеров. Посматривайте за этим сигналом, за синей точкой на капитуляции майнеров. Посматривайте за желтой точкой на сайфере на дневке. Здесь у нас пока зеленая. И желательно на недельке. И за перепроданностью RSI. И, соответственно, за тем, когда мы будем отскакивать. Поэтому, еще раз вам говорю, лучше не ножи сейчас ловить, а зайти уже на подтверждение, когда мы отскочим и закрепимся на этом мувинге, лучше уже зайти вот тут, на самом деле, в лонг. Пускай не с такой офигенной ценой входа, но понимая, что вас не смоет. И понимая, что это, опять же, может быть вот такое движение, потом снова такое, и потом после этих качелей уже в какой-то момент мы пойдем дальше. Вот. Ну и... Ну а для тех, кто хочет поймать ножи, ну не знаю, набирайте потихонечку позицию. Я сейчас так и делаю. Собственно, вот набираю позицию по 19. Если будем падать еще ниже, буду, наверное, добирать еще. Но я пока очень маленькие позиции начал набирать по биткою, эфиру и по дэшу. Сейчас буду набирать, как закончу запись этого видео. Да и что интересно, еще на этом проливе, посмотрите, у нас биткоин ушел ниже предыдущей поддержки. При этом альты так не сделали. Посмотрите на эфир. Ну нет, эфир немного ушел ниже тоже. А дэш, например, посмотрите, вообще не ушел ниже поддержки. И другие альты, типа лайткоина тоже, которые уже достаточно сильно перепроданы, они все еще держат этот уровень. О чем это нам говорит? О том, что они к битку сейчас уже показывают силу на падение битка. Вот дэш к битку, посмотрите, как двигается на часовике. Но значит ли это, что это все, прям начало туза муна? Ну, честно говоря, не обязательно. То есть, что может сейчас произойти, нужно смотреть. Если альты сейчас начнут делать снова вот так вот, что вполне возможно, и покажут какое-нибудь хотя бы там двойное дно перед взлетом к биткоину, то мы и к доллару тоже увидим, их пролив вот этого уровня. Поэтому, на мой взгляд, сейчас как бы на спот, конечно, аккумулировать отлично, но для трейда, наверное, надо ждать еще пробоя вниз и заходить там, в тот же дэш или в лайткоин или в другие альты. Ну, грубо говоря, повторы за биткоином. Либо, если его не случится, тогда уже опять же ждать пробития сопротивления, да, и входить уже на этом сопротивлении. Короче говоря, нужно подождать немножко и посмотреть, на мой взгляд, как будет развиваться событие сейчас. Вот, но если вы торгуете этим, то не забудьте вступить в нашу команду на Bybit по ссылке из описания на самом крупном турнире по трейдингу WSOT, который начнется уже через 8 дней. Вот наша команда CryptoCommons, ссылку вы найдете в описании, залетайте по ней. Так что вот так вот, ребята, я думаю, вы и сами все это видите прекрасно. Используйте эту возможность, если вы трейдер. Набирайте позицию, но так, чтобы вас не ликвиднуло, если мы уйдем еще ниже. Вот в этой зоне агрессивно набирайте позицию с расчетом рисков. А если вы ходлер, то, ну что, набирайте на спот. Сейчас в любом случае нужно набирать, потому что, ну, ребята, таких скидок, таких цен часто не дают. Мы их видим раз в несколько лет. Просто посмотрите вот на все предыдущие коррекции биткоина. Вот у нас была коррекция. Вот у нас сейчас такого же рода коррекция. Вот у нас была коррекция. Но это уже полноценная как бы коррекция, так же известная, как медвежий рынок. Вот у нас, вот у нас были коррекции. Поэтому понимайте, что в долгу это все туда. И будьте осторожны всем профитролей. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео и стримы. И до следующей встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok